Всем привет, с вами снова славный дружиобломов, и мы продолжаем серию видео, которую я называю Я выеживаю своей чудовищной газовой горелкой Но на самом деле, если у вас такой горелки нет, и вот такого тонкостенного вока, который мгновенно нагревается, мгновенно охлаждается Если у вас его тоже нет, но вы все-таки хотите повторить этот рецепт, то используйте что-то толстостенное, то есть накапливающее тепло И жарьте небольшими порциями Сначала прогреваете свой небольшой вок или казан до реально горячей температуры, чтобы прямо масло дымилось И потом в нем жарите небольшую партию, опять ждете пока нагреется, жарите небольшую партию То есть вам не обязательно покупать 30-киловаттную в газовом эквиваленте горелочку А готовим мы сегодня креветочки, которые я вот так вот положил и вот так вот чудесным образом просушил А спонсор видосика, дамы и господа, мой любимый Cheesecake.ru Если кто не в курсе, это, ну, для начала, это, пожалуй, самые вкусные чизкейки в Санкт-Петербурге Но помимо этого еще огромное количество тортиков, пирожных, десертов, мороженого Все что угодно для любого праздника, для любого чаепития Там просто немерено вкусняшек И как всегда огромное им спасибо, когда они покупают у меня рекламу Они всегда дарят мне набор вот этих малиновых божественных тарталеток Это мой самый любимый десерт вообще, наверное, на всем земном шаре Это типа не шутка рекламная, это действительно самый мой любимый десерт Ну и, кстати, если вы видите этот ролик, он вышел менее чем две недели назад То еще действует акция Купи чего-нибудь на 1990 рублей, на свой праздник, на день рождения, что угодно И вот такие тарталетки будут в подарок Не успел? Ну, ладно, если ты не успел, будет скидка в 40% Но тарталеток уже не будет две недели Скидка, кстати, идет по промокоду обломов9 Все подробности находятся в описании Еще раз, народ, вот супер чизкейки У них прям супер чизкейки И огромное количество всякого кондитерского И у них все очень вкусное Ссылочка находится в описании Во-первых, сухие креветочки Я купил уже чищенные, чтобы не тратить, так сказать, ваше время Потому что я ленивый Сухие креветочки, во-первых, маринуются лучше Во-вторых, обжариваются до хруста, до хрустящей корочки гораздо быстрее Потому что вы не тратите энергию вашего газа или индукции На выпаривание влаги А на это уходит очень много энергии Поэтому лучше их просушить Впрочем, это работает для любого мяса и морепродуктов Хотите корочку, подсушите В креветочки добавляем немножко свежемолотого перчика Хорошую щепоточку морской соли Даже чуть побольше И цедру одного лайма Немножко оливкового масла Ну вот так вот И чутка чисто для цвета Немножко копченой паприки Либо простой паприки В пакетиках в любом гипермаркете она есть И, собственно, перемешиваем Теперь берем пару перчиков И аккуратненько вот так срезаем Вы можете брать, на самом деле, любые овощи Которые вам нравятся Хоть баклажаны, хоть кабачки Но нужно, чтобы они Чтобы время приготовления было очень-очень коротким Вот Семки выкидываем И пару луковок мы действуем по принципу Вот такая кучка Примерно такая же, как кучка креветок И примерно столько же еще лучка Ну и, собственно, готовить в оке без чеснока Оно как бы и не надо А с чесноком и пусть будет Но чеснока у меня, к сожалению, нет Пойдемте добудем его Я не знаю, как это работает, но говорят, что клубника хорошо уживается с чесноком Поэтому чеснок у нас растет вот здесь И надо его Давай, родной Давай Оп, мой тебя О, вот Отлично Я сегодня прям как этот чувак Из Primitive Technology Как бы хочешь чеснока Добывай его сам Оп, лопатку мамину погнул Мне, мне как Надо ее выгнать назад Проблема свежевырванного чесночка В том, что он адски твердый И очень тяжело зубчики Отделять друг от друга То есть он очень прям Офигенно плотный Но ничего Отщелкивается он прям с таким звуком Не знаю, типа щелк Ну и основной вкус Столовая ложка моей любимой пасты Бобовой Называется она иногда Хой Син Иногда нет Короче, это бобовая паста Вот так вот Рыбного соуса Вот так И столько же соевого Вот так вот соевого Должна получиться такая жиденькая штука Которая очень быстро выпарится И будет обволакивать наше блюдо Ну и остроты Можно добавить по желанию А жарим мы все это дело очень просто По факту Это правило четырех минут То есть идет масло Нагревается Потом вот это вот Жарится минуту Закидывается Вот это жарится минуту Закидывается Вот это жарится минуту И последнюю минуту Все это заливается И вытапливается Насколько вытопится Вот это наша основная подлива Таким образом У нас креветочки жарятся Две минуты Это для них нормально Самое длинное У нас жарится лук Чтоб он был такой прям И у нас останется хрустящим, то есть 3 минуточки останется чутка хрустящим вот этот перец. Он будет мягкий, но похрустывающий. Жарить мы будем на рафинированном, дезодорированном масле. Вы можете брать любое, но оно должно быть с высокой точкой кипения. То есть, чтобы мы жарили при большой, высокой температуре. Ждем, пока маслица задымится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и, собственно, с резцом выкладываем абсолютно мягкий лук. Ну, пахнет, по крайней мере, это очень круто. И вот так немножечко поливаем соком лайма. Если у вас осталась какая-то подливочка креветочная, то, само собой, не нужно ее тратить. Она, само собой, идет в рис. Начнем с овощей. Я еще не дошел до креветок, но вытираю рукой. Что-то мне подсказывает, что это получит, апрувит и попадет в плейлист. Там же, где кальмары, в оке. Креветочку обмакну. Оно попадает в плейлист, в который попадают рецепты, которые... Вот 10 из 10, то есть я не знаю, как сделать лучше. Я не знаю. Рис обязательно подливку вот эту, которая осталась. То есть это овощные соки с вашей пастой, с соками из креветок обязательно на рис. Не буду вам рассказывать. Хотя нет, почему? Буду вам рассказывать. Рецепт относительно несложный, но вам нужен вок. Или хотя бы газовая горелка. Либо толстостенный вок, но его нужно долго нагревать и нагреть. Фишка в том, что креветка... Я сейчас попробую. Вот смотрите. Я не кусаю хитин. Она хрустит. Она полностью готова. То есть белок полностью приготовился. Она мягкая, но хрустящая. 4 минуты. При этом у нас какой-нибудь там болгарский перчик. Если вы слышите, то есть он мягкий и обалденный вкус. Соевый, с бобовой пастой, с рыбным соусом. Вот это вот такое триединство, что делает это блюдо офигительным. Не знаю. Кто бывал в Вьетнамах, Таиландах, в Азии и такой, блин, вот бы вот этих вот в воке блюд. В Китае, например, которые вот такие морские, такие кисловатенькие, кисло-сладкие. Сюда можно, я не знаю, добавить. Хотя нет, сахара бы я сюда не добавлял лишнее. Вот это оно. 10 из 10. По затраченному времени 15 из 10. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Кушайте много, кушайте вкусно. Я не знаю, на чем это может повторить, разве что на даче. На даче, на костре, вок такой стоит просто копейки. Прямо, если его в уголь ставить, вот в уголь или прямо на мощное пламя, я думаю, повторить можно. Кушайте много, кушайте вкусно. Ну и спасибо маме за доморощенное число. Субтитры сделал DimaTorzok